Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня готовим просто обалденную картошку с бифоной. Картошка очень вкусная, готовится совсем не сложно, готовится очень просто. Оставайтесь со мной, посмотрите как делается это блюдо и конечно же обязательно приготовьте. Продукты, которые нам потребуют, я оставлю на экране, а также в описании под видео. Зайдите в описание, возможно что-нибудь интересное вы для себя найдете. Как всегда помните, что я вам лишь напоминаю идеи приготовления вкусной домашней еды. Я готовлю три порции, у меня три довольно-таки большие картофеля. Картофель я предварительно отварила. Далее нам понадобятся палочки для суши и мы будем разрезать картофель, не доходя до края и нарезаем картофель. Обратите внимание, если вы хотите чтобы у вас начинки было больше, значит разрезы вы делаете тоньше. Я делаю разрезы где-то около 7 миллиметров и так разрезали картошку, ее нужно посолить, я ее при варке не солила. И теперь нам понадобится бекончик, который мы будем вставлять в прорези. Таким образом заполняем все прорези. Обратите пожалуйста внимание, при наполнении прорезей начинкой картошка трескается, разламывается, поэтому предлагаю вам поступить следующим образом. Взять фольгу, на дно положить пару кусочков бекона, положить в картофель и сделать такую полуконфетку. И вот сейчас уже наполнять беконом получившуюся заготовку. Даже если она и разломается, ничего страшного. При запекании все соки уйдут на фольгу и картошка получится очень-очень вкусная. Можно же конечно картошку не обваривать предварительно, можно взять сырой, но так она будет запекаться у вас гораздо дольше. С этим способом как-то даже еще и легче получается наполнять картофель. Как бы фольгой себя обезопасится, чтобы картошка не развалилась. Итак, сделала я все три порции. Наверх каждой еще положу бекончик. В заготовочке складываем в противень, либо в форму для готочки и отправляем в духовку. Поскольку у меня картофель уже отваренный, я думаю, что мне будет достаточно 20-25 минут. Если вы берете сырой картофель, значит сверху вы накрываете фольгой и где-то на час отправляется в духовку. В общем, ориентируйтесь на приготовление картофеля. Конечно же, многое зависит от духовки. Что же, вот такая замечательная картошечка у меня получилась. Очень ароматная, очень-очень мягкая. Посмотрите, какая она. И подать ее можно прямо в фольге. Ну вот, посмотрите, вот так подаем нашу картошечку. Очень вкусная. Здесь вот на донышке лежит бекончик, если вам видно, не знаю. Сочная. Картошка просто обалденная. Обязательно приготовьте эту картошечку. Я на этой вкусной ноте с вами прощаюсь. Пусть все рецепты будут вам по карману. Обязательно заходите ко мне на канал. Обязательно подпишитесь. Я очень рада новым друзьям. Субтитры сделал DimaTorzok